Виртуальный тур Лев Толстой, университет Казань прошел в КФУ. Этот виртуальный тур послужит замечательным подспорьем для того, чтобы вживую приезжать в Казань. Встреча с гостями из Ханты-Мансийского округа. В том числе стараемся развивать государственную службу. Всем привет! В эфире Универ-Ньюса в студии Роберт Хасанов. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров принял участие в видеоконференции с Федеральной службой государственной регистрации кадастры и картографии Росреестра. Казанский федеральный университет предлагается рассматривать в качестве базы для межвузовского центра учебных и производственных практик, специалисты которого будут обучаться управлению беспилотниками, дистанционному зондированию Земли и работе глобальных навигационных систем. Прогуляться по местам юности русского классика теперь можно, не выходя из дома. В Казанском федеральном университете прошла презентация виртуального тура «Лев Толстой. Университет Казань». Подробности далее. В 2021 году исполнилось 193 года со дня рождения Льва Николаевича Толстого, выдающегося русского классика и студента Казанского федерального университета. 11 декабря в императорском зале университета прошла презентация виртуального тура «Лев Толстой. Университет. Казань». Мероприятие началось с возложения цветов к бюсту писателя и встречи победителей Пятой Всероссийской конференции имени Толстого с проправнуком знаменитого классика. Чтобы говорить на одном языке с современным цифровым, я бы сказал, поколением, необходимо активно осваивать те платформы, на которых оно обитает, можно сказать, живет. Откуда черпает свои знания и где формирует представление о мире. Поэтому разработка научно-образовательных и культурно-просветительских ресурсов на мобильных платформах является для нас одним из важнейших направлений работы. Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета носит имя Льва Николаевича Толстого. В нем ведет работу одноименный научно-исследовательский центр. В рамках программы «Приоритет 2030» его сотрудники вместе с дирекцией музеев КФУ и музеем усадьбы Ясная Поляна подготовили аудиогид по достопримечательностям и культурным объектам, связанным с Казанским периодом писателя. Связь между Федеральным университетом Казанским и Ясной Поляной становится все ближе и ближе. Мы обмениваемся научными, участвуем в научных конференциях в университете. Научные сотрудники Казанского университета приезжают в Ясную Поляну. Поэтому такая связь между музеем и университетом уже много лет, и она очень яркая и такая очень содержательная. В Казань будущий гений Лев Толстой приехал в 1841 году 13-летним мальчиком. Здесь проходила его юность, во многом определившая творческий путь писателя. В 1844-м Толстой поступил в Казанский университет на отделение восточных языков философского факультета, а затем перевелся на юридический факультет, где проучился неполных два года. Современная эпоха ставит перед университетским сообществом и перед каждым неравнодушным человеком ряд вызовов, созвучных идеям Льва Николаевича Толстого. Великий классик весьма четко обозначил причины своего, достаточно, я бы сказал, прохладного в те годы отношения к учебе. Он неоднократно говорил о том, что ему претит необходимость заучивать слово-слово, прочитанное профессором лекции, чтобы получить достойную оценку на экзамене. И вспоминал, с каким энтузиазмом он взялся за порученные ему профессором-мэйером самостоятельные научные исследования. Как это ни парадоксально, от современных студентов мы ждем как раз самостоятельности и умения усомниться в догмах и аксиомах. Ведь именно сомнения начинается большое научное открытие. Маршрут виртуального тура протяженностью 5,5 километров охватывает 50 точек, в том числе и здание университета. Аудиогид будет представлен на русском, татарском, английском и китайском языках. Также будут включены музыкальные произведения, тексты, фотографии с изображениями объектов в разные годы и сезоны. Инициатором проекта выступил Казанский федеральный университет. С годами этот виртуальный тур послужит замечательным подспорьем для того, чтобы вживую приезжать в Казань, в Казанский университет, и видеть эти места, связанные с творчеством Толстого, просто открывать для себя прекрасный, красивый город Казань, прекрасную, удивительную республику Татарстан. Подготовка виртуального тура завершится к ноябрю 2022 года, опережая комплекс мероприятий к 200-летию русского классика. Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюз. В зале попечительского совета Казанского федерального университета прошла встреча для государственных и муниципальных служащих из Ханты-Мансийского округа. Подробности в нашем следующем сюжете. В Казанском федеральном университете началась стажировка управленческой команды Ханты-Мансийского автономного округа по изучению лучших практик республики Татарстан, которая пройдет в рамках образовательного проекта лидера изменений Югры. Мы с коллегами обсуждали, с Игорем Анатольевичем, как раз говорим, что вот опять зимой в Казань и так далее, приезжайте летом. Но после того, откуда мы приехали, после модуля в Белоярском, мы все приехали отогреться в прекрасную новогоднюю Казань. В течение четырех дней с 13 по 16 декабря госслужащие из Ханты-Мансийского автономного округа Югры ознакомятся с IT-разработками, системами, сервисами, проектами пространственного развития, реализованными в Республике Татарстан. Лучшими практиками в сфере территориального развития и привлечения инвестиций, опытом проведения международных мероприятий. Год назад мы создали мобильное приложение для государственных и муниципальных служащих и лиц, которые хотят поступать на государственную службу. В рамках стажировки участники посетят полилингвальную школу Адымнар, лыжную трассу и парк Березовая роща, Зеленодольский завод имени Горького, город Иннополис, а также объекты, возведенные к универсиаде 2013 года, чемпионатам мира WorldSkills и объекты Казанского университета. После обучения госслужащие Ханты-Мансийского автономного округа на основе анализа практик в городах своего региона сформулируют нестандартные подходы и инструменты для улучшения качества жизни людей. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюс. В Казанском федеральном университете успешно реализуется грант Министерства просвещения Российской Федерации на выполнение мероприятий, направленных на полноценное функционирование и развитие русского языка. В рамках данного проекта выпущено три обучающих мобильных приложения, которые будут способствовать отработке произносительных навыков иностранных обучающихся и детей. Над приложением для изучения русского языка работали совместно несколько институтов Казанского университета. Институт вычислительной математики и информационных технологий, Институт филологии и межкультурной коммуникации, подготовительный факультет для иностранных учащихся и Центр цифровых трансформаций. Мы, конечно, были задействованы при разработке образовательного контента для данных приложений. Даже можно сказать, что разработка данных приложений была в том числе и инициирована подготовительным факультетом, потому что это соответствует потребностям наших учащихся. В 2020 году, когда мы все перешли на дистант, появилась необходимость внедрения новых технологий, и одной из самых больших проблем стала отработка правильного русского произношения при работе в дистанционном формате. В рамках данного проекта выпущено три обучающих мобильных приложения, которые будут способствовать отработке произносительных навыков иностранных обучающихся и детей. Речь идет о приложении «Студей Рос», обучающем интеллектуально-мобильное приложение для отработки произносительных навыков русского языка иностранными студентами. «Студей Росгейм» – игровом приложении автоматизированного интерактивного обучения аудированию иностранных обучающихся, способном помочь в усвоении русской речи на слух, а также школе СовКФУ – приложение для детей, обучающим чтению и правильному произношению букв, слогов, слов, разговорной речи. У нас достаточно большая опытная команда у программистов, то есть все было четко структурировано, спланировано, каких-либо больших сложностей не возникало в разработке. Но, пожалуй, самая сложная задача – это написание этого движка, его внедрение на платформу iOS, потому что математики, естественно, разрабатывают движок абстрактно на математических языках, а программистам необходимо к себе на каждую платформу его переносить. То есть движок, он, конечно, кроссплатформенный, но дорабатывать его под iOS, под Android – это отдельная задача. Важнейшим достоинством проекта является его комплексный характер, объединяющий последние научные изыскания в области лингвистики и методики преподавания русского языка как иностранного, новейшей цифровой формы воплощения. На текущий момент приложение бесплатно и доступно в текстовом режиме в App Store. Выход расширенных версий продуктов на массовый рынок планируется в 2022 году. На этом все. В студии был Роберт Хасанов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова